Прежде чем мы начнем, хотели бы вас попросить поставить лайк этому видео и подписаться на канал. 97% пользователей смотрят наш канал без подписки. Мы очень грустим по этому поводу. Сделайте так, чтобы кнопка подписаться стала серой. Спасибо за подписку. А теперь начнем. Народные приметы на 18 января, крещенский сочельник, крещенский вечер. В народном календаре дату 18 января называют крещенский сочельник, голодный вечер или голодная кутья. 19 января православные отмечают крещение Господня. Считается, что с этого дня начинаются крещенские морозы. Крещенский сочельник – это вечер приготовления накануне Большого церковного праздника. В это время проводят обряды, связанные с освящением воды. В народе 18 января еще называли голодная кутья или голодный вечер. В этот период прекращались обильные застолья и веселья. Люди готовились к посту, варили пресное сочево без масла и творога. Крещенский вечер – гадание. Крещение – последняя ночь для проведения святочных гаданий. Порой девушки выходили гадать за ворота на первого встречного. Повстречать молодого парня – к замужеству. Старика – к неприятностям. Было принято гадать на урожай. По народному поверью, в эту ночь иней падает на хлеба, которым суждено родиться летом. Хлеба, оставшиеся сухими, не принесут урожая. С этой целью на ночь на улицу выставляли разный хлеб в чашках, а утром смотрели, на какой полынь. Распространенными были и гадания насуженного. Чтобы узнать, в какой стороне живет будущий супруг. Девушка снимала сапог или туфлю и бросала обувь через забор или преграду. Смотрела, в какую сторону носок покажет. Оттуда жениха и жди. Чтобы узнать, кому суждено в этом году замуж выйти, девушки собирались в доме. Незамужние садились в круг посредине комнаты. Замужняя женщина снимала с пальца обручальное кольцо, привязывала к нему шерстяную нитку и начинала медленно обходить присутствующих. Подходя к каждой девушке, называя ее имя. Если кольцо после этого начинало сильно крутиться, то в этом году девица замуж пойдет. Девушки перед сном причесывались чистым гребнем, обвязанным лентой. Потом его клали под подушку со словами «Кто придет меня причесать?». Во сне должен был суженый явица. Крещенский вечер, обычаи и традиции. Крещенский вечерок считался временем разгула нечистой силы. Считалось, что черти особенно опасны в определенное время с 12 до 3 часов ночи, дьявольский час, а также на святки и накануне купалы. В эти периоды есть вероятность общения с иным миром и нечистой силой, которая норовит попасть в дом оборотнем. Принять она может любое обличие – кошки, свиньи, собаки, змей. Нередки случаи, когда оборотни проникают в жилище в обличье младенца, странника, мельника, кузнеца. Иногда они могут принимать облик знакомого – мужа или соседа. Крещенский вечер – день строгого поста и покаяния, подготавливающий верующих к великому празднику крещения Господня, который отличается пышностью и торжественностью. Совершается два обряда освящения воды. Накануне крещения – внутри церкви. В день крещения – на ближайшем озере или речке. Крещенская вода освящает, дает благословение, очищение, здоровье. В полночь на крещение шли за водой на реку. Согласно поверью, вода в эту пору в реках колышется. Вечером в чашу наливали воду. Если в полночь она сама колыхнется, это добрый признак, человек увидел явление Господня. Согласно поверью, снег, собранный вечером накануне крещения, помогает исцелять болезни. Люди умывались снегом, а талую воду долго хранили, используя ее для хозяйственных нужд и для умывания. Девушки, чтобы их кожа была белой и гладкой, брали снег и обтирали им лицо. Чистый снег добавляли в еду домашней скотине, чтобы она не замерзла и здоровой была, собирали для бани. Баня все исправит, снеговая баня красоты прибавит. Верили, что если собранный в крещенский сочельник снег бросить в колодец, вода в нем на протяжении всего года не испортится и не пересохнет. Еще набирали снег в банке для беления холстов. В канун крещения соблюдали строгий пост. Обязательными блюдами были кутья, овсяный кисель и блинчики. На крещение блины ставили в хлев, чтобы домового задобрить и обеспечить благополучие для домашней скотины. За вечерней трапезой ели сочево. До начала 20 века на Руси сочево готовили из зерна ржи, а позже – из риса и пшеничного зерна. Традиция готовить сочево из зерна пшеницы или ржи сохранилась только в сельской местности, где у людей имелась возможность приобретать это зерно. По этой причине городским жителям больше знакомо блюдо, приготовленное из риса. Крещенский сочельник, что нельзя делать. В этот день нельзя убирать в доме, стирать белье в реке, ругаться и обижаться на кого-то. Постарайтесь простить обидчиков и мыслить позитивно. Вода, собранная на крещение, обладает сильной энергетикой. Смешивать крещенскую воду с обычной не рекомендуется, иначе она потеряет свои лечебные свойства. Во время сбора воды запрещено ругаться и думать о чем-то плохом. Считается, что крещенская вода может простоять много лет и не испортится. Но если в доме постоянно происходят ссоры и скандалы, то она придет в негодность уже через месяц. В канун праздника и на крещение нельзя брать или давать в долг. В противном случае весь год бедствовать человек будет. 18 января, приметы и поверье. Если на крещенский сочельник метель, то через три месяца тоже будет метель. Снегопад 18 января, добрый знак. Пчелы хорошо роиться будут. Снег, выпавший рано утром, обещает хороший урожай ранней гречихи. В полдень средний, вечером поздний. Чистое небо в крещенскую ночь, к богатому урожаю гороха. Сияющие звезды на небе, к хорошему хлебу. Собаки часто лают, будет дичи много. Люди, родившиеся 18 января, отличаются спокойным и тихим нравом. Они кроткие и незаметные. В качестве талисмана им стоит носить опал или изумруд. Спасибо за просмотр ролика. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться с друзьями. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok